всем привет вы на канале лазница сразу подпишитесь если вы случайно попали на видео чтобы не пропускать мои новые хочу вам показать вот такую вот крутую косу свой способ я думаю что вы в инстаграме уже часто встречали такую вот объемную косу но я хочу вам показать свой вариант то есть не так как показано везде этот вариант очень простой в принципе даже самой себе можно его сделать и для начала нужно отделить волосы очень крупную прядь дальше от этой пряди по бокам отделяют тоненькие прядочки таким образом у нас получается 3 пряди вот получается коса из 3 прядей но смотрим как и буду делать дальше нам понадобится два пальчика правой руки заводим их под центральную прядь и забираем лег who маленькую прядь оборачивая ею центральную то есть мы забрали ее под центральной обернули эту центральную и вернули опять на свое место налево также делаем с правой пряди берем под левой прядкой не над и захватываем под центральной правую прядь также захватили и оборачивая центральную возвращаем ее опять направо, вот так. И опять то же самое, под прядкой берем два пальчика, заводим под центральную, забираем левую прядь и уже добавляем подхват. Добавили подхват, обернули центральную и вернули на свое место опять левую прядь. Теперь правую также забираем, добавляем подхват, проводим под центральной, оборачиваем ее и возвращаем опять на свое место. И так каждый раз мы оборачиваем центральную прядь, добавляем подхваты, но подхваты старайтесь не крупные добавлять, чтобы все-таки самой крупной у нас была центральная прядь. И вот таким вот очень легким способом получается эта коса. Ее называют pipe braid, то есть как труба. И не знаю даже как назвать. Если у вас есть варианты, то напишите в комментариях, потому что я реально не знаю, как мне назвать эту косу. А хотелось бы как-то все-таки ее обозначить, потому что часто бывает спрашивают, когда я делаю какую-то прическу, как она называется. И я просто затрудняюсь давать название, для меня это очень сложно, поэтому попрошу вас помочь. И таким вот образом мы плетем косу. То есть центральная прядь у нас ничего не делает, она просто у нас как основа. И просто боковыми прядками мы оборачиваем эту прядь. Подписывайтесь на мой инстаграм, там я выкладываю фотографии причесок, которых нет нигде. Также выкладываю мини-видео и прически, которых нет даже здесь. Так что если вам интересно, жду вас и в инстаграме. Когда подхваты закончились, мы просто оборачиваем этими прядками. Когда у вас начнут волосы заканчиваться и вы захотите до конца обернуть прядь, то просто вы берете из центральной пряди и добавляете прядки. Вот таким вот образом. Просто, как вам удобно, добавились центральной длины и плетете дальше, пока не нужно вам еще добавлять. Можете закончить и на этом этапе, чтобы остался хвостик такой. Можете доплести до конца. В общем, коса очень крутая, ну реально, мне она очень нравится. Тем более, она необычная. Я вам уже ее показывала, когда делала прически на себе под кепку, только не с подхватами, а просто как косы две. Мало кто обратил на нее внимание, но все таки хочу обратить ваше внимание, потому что реально прикольная коса. Вот такая вот получилась крутая штука. Блин, ну реально, подскажите, как ее назвать. Очень надеюсь, что вам понравился этот урок, понравилась эта коса. Жду ваших комментариев. Поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой канал. Буду с вами прощаться. С вами была Лозница Вика. Всем хорошего дня. Целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok